Я его ненавидела. Я его ненавидела. Точно. Видите, понимает он меня. Привет все, мои хорошие. Всем доброе утро. Детки, доброе утро. Доброе утро. Ой, Алисёна, да что ж ты у меня никак тоже не отойдёшь, а? Как и мамка. Вроде ничего уже нету, а кашляет, как и мать. Красивая пиженка. А у тебя лев, да? Ты его назвала. Утро топлив. Кому утро, а кому уже ближе к обеду. Что у нас там с погодой сегодня? Холодно. 11 градусов тепла, а вчера, блин, 22 было. Вчера у нас 22 было. Знаете, как оно у нас быстро и веско меняется погода? Что-то с чем-то. Так, я уже позавтракать успела. Детки тоже. Папа у нас спит. Он же у нас в ночь работает на этой неделе. И опять он будет целую неделю в ночь работать, что мне не нравится. Я так не люблю, когда он работает в ночь. Это кошмар. Ну, ему позвонил начальник в средине прошлой недели и спросил, возможно ли, чтобы он работал вот эту неделю, которая будет в ночь. А он сказал, спросил, если я с ней как разговариваю, спросил, ничего, типа, не помешает, а что он вообще на следующий день работает утром. Не помешает? Говорю, да нет, не помешает, ради бога, типа, иди работай. Дети будут в центре отдыха, потому что у нас каникулы же начались у детей. Так что, говорю, я без проблем, ну, работаю в ночь, ну, честно, когда я не люблю, ему сказала, ты же знаешь, что не люблю, когда ты работаешь в ночь. Что делать? Так, как в жизни? Сказал, больше заработаю. Ну, пускай зарабатывает. Мужик молодец, думает о том, как бы больше заработать для семьи. Я же не зарабатываю. Зарабатываю, но очень мало. Так, ладно, о деньгах. У нас каникулы, детки на каникулах, на каникулах, потому что с понедельника они идут на 4 дня в неделю в центр отдыха, ну, типа, как центр, ну, для детей, наверное, знаете, когда родители не могут их дома держать, когда работают, и туда, как бы, вот этот центр отправляют. У нас такие центры стоят 11 евро в день за одного ребенка. Туда входит и питание, ну, и развлечение, и все, 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 все. Получается, у нас, а если двоих приводишь сразу, то, как бы, 1 евро экономия. 21 евро вместо 22. И получается, будем, будем вводить понедельник-вторник, так как в среду меня не работаю, никаких центров здесь на дома останутся, и четверг-пятница. Вот, так что, я сказала, ребятки, 4 дня потерпите еще, и потом уже будут настоящие каникулы, мы со мной сорганизовались. Он после обеда работает, я утром, я буду с 8 на 12 вместо 8, 30, 12, 30 приезжать, и одно будет уезжать на работу, ну, чтобы детки побыли дома, чтобы они не ходили в центр. В принципе, можно, конечно, было в этот центр отдыха на 2 недели отправить, но, получается, у них тогда никакого отдыха настоящего-то нет. Не отдыхают они, понимаете, также продолжают вставать рано утром и вести их в этот центр. Так вот, так что, стараемся, стараемся за одно, конечно, чтобы детки отдохнули, но по нашей возможности, как у нас получается сорганизоваться в этом смысле, чтобы детки побыли по максимуму дома. Спросите, почему бабушки не отдаем или не отвозим бабушки и дедушки. Но это у нас отдельная тема, поэтому помните, раньше мы отдавали, потом не отдавали, давали, не давали, давали, не давали, и снова мы не даем. но как бы родители подорвали немножечко доверия по отношению к деткам и из-за этого я детей больше, чем на одну ночь не отдаю но это я как-нибудь расскажу вам может быть видео в отдельном как бы история со свекровью потому что я не хочу критиковать свекровь все-таки она хорошая свекровь она хорошая мама для своего сына но она такая получается бабушка видимо уже возраст не тот, чтобы за детьми ухаживать ладно, это я вам расскажу в каком-нибудь видео про Сифон все, сейчас я буду мыться, одеваться Арно уже будет время, это у нас уже полдвенадцатого и Алиса у нас уже поедет на день рождения отвезем ее на день рождения мальчики поедут кататься на своих великах ну этот клуб же, где Арно преподает на бикрос, беймикс а у меня получается будет день рождения у Алиса с двух до пяти у меня будет получается три часа свободного времени я продолжать буду разбирать немножко свое ателье довольно, более-менее он уже как-то разобрался чуть-чуть, чуть-чуть, дайте, по чуть-чуть, по чуть-чуть разбирается вот, и подружка мне предложила сделать вид кронии декутерги, то есть это, ну, все, что не нужно в моем ателье сделать, типа, барахолка, что ли, продают люди, когда выстарают все свое дети, дети, не ругайтесь дети а где твои тапочки, Алиса? да, тапочки тапочки, тапочки, тапочки о, что такое тапочки, я не знаю, что такое тапочки вот, и подружка мне предлагает, как бы, тоже вывести все, что не нужно мне в моем ателье именно, именно, это будет такая барахолка для, для швеи, вязальщиц ну, свои, как бы, ткани продавать, там, или спицы, или, ну, все, что не нужно в твоем ателье которым ты не пользуешься, книги, все остальное ну, честно говоря, мне книги-то, я вот, которые я вам показывала, что выбрала хотя бы Майус еще не отвезла хотя бы Майус отвезти, а потом подумала, действительно, я же могу, может быть, на этой барахолке как бы продать хоть по 2 евро а у меня этих книг, сколько там, я вчера считала, где-то штук на 60 вместо журналами и книгами даже если по 2 евро, все-таки, 100 с лишним евро, 20 евро, это уже таки хоть что-то денег мало не бывает, как дети, папа, спит, Рафаэль ну, Заяц ну, пожалуйста вот, и ну, не знаю, честно говоря, это организоваться складывать по коробкам, что-то не хочется мне если найдется сила и возжелание, может быть, сделаем если до этого времени не отвезу эти книжки, вымахиваюсь все, девчонки и мальчишки, побежала я одеваться, ну, будете кушать, готовить, а готовить, я не знаю, рыбку, ну, просто сейчас поставлю в духовке и все так, девчонки и мальчишки, о-ля-ля, не видно захотелось мне сегодня что-то вот такого вот коктейльчика знаете, что я туда сделала? капуста кали, два листа, один киви, одно яблоко, две маленькие чайные ложечки семена чья и один стакан апельсинного сока нужно было бы еще банан, у меня банана не оказалась так что сейчас попробую, что получится с этого коктейльчика какой-то он весь зеленый, бегко, ну, ладно, попробуем сейчас посмотрим ой, девчонки и мальчишки, прям при вас пробую а трава или съедобная так разобраться, что может плохого быть, яблоки капуста киви, апельсиновый сок, ничего плохого еще бананчика не хватает и молочко надо было, конечно, добавить молочко, если не пьете, коровье, как я не пью то можно было молоко миндаля или другие, какое-нибудь растительное молоко ну, в принципе, и так неплохо, витаминчиковый такой, коктейльчик с утра пораньше, неплохо Али, за ваше здоровье, за наше здоровье и побежала, наконец-то, я одевалась, потому что нам поставила рис варить капусту мою, кейля отваривать в духовке у меня там рыбка стоит а еще и шпинат, вон, маленькая кастрюлька шпината все, побежала с собой заниматься забыла? подарок забыла, звезда все, поехали, давай я понесу давай я понесу поехали, готова мальчики, пока-пока пока-пока ты меня слушаешь, что я говорю голубоглазик, елки-палки свои прудон какой отец, такой и сын кошмар какой ужас все, помчались мы с Алисы приехали? шапку можешь снимать? снимай шапку Али, снимай снимай, снимай, оставляй здесь его, зачем, он там будет мешать только а куртку оставь а куртку, а куртку оставь все, приехали мы пойдемте в такую да, сейчас пойдем вот такое вот здание ту-ю-ю-ю называется так, ну что, проводила я своих мальчишки въехали на великих кататься Алисенок ушла на день рождения точнее отвезла им на день рождения и получила комплимент комплимент, что я очень хорошо сегодня выгляжу прямо уж удивилась а француженки в основном они критикуют а тут еще и получаю хороший комплимент так что, думаю, у тебя надо же показаться обязательно, как я сегодня оделась за что я получала комплимент то есть, я сегодня в кроссовках в моих золотых кроссовках вот джинсики коротенькие и вот этот пальчишко моё розовенькое с шарфиком и все в принципе-то ничего а вот комплимент, за что ты получила за что сама не поняла вот так вот так, заехала, раздеваюсь сейчас покажусь, потом разденусь и покажу вам, смотрите опа что я заехала, купила заехала, я купила в магазин био магнизм, магний, точнее с витамином В6 здесь именно оно идет от усталости и нервный нервозитый ну, нервности, кольца ну, нервности нет у меня но уставшая, жутко видимо, это мой грипп на меня так среагировал я, конечно, удивилась что написано ну, как купила в магазине био, но нигде ничего не указано что это магазин что-то а нигде ничего не указано что это биологический био, кольца здесь написано что нужно пить одну таблетку в день принимать написано вот одну такую таблетку в день взяла себе на 40 дней и арно тоже здесь 40 дней их принимать так, сейчас глянем, какие они ничего не сколько заплатила 5 евро, 10 сантимен за вот такую упаковочку еще и морскую магнезию морскую магнезию так, как тут открывается вот она сейчас зубами открываю нехорошо так, что там у нас внутри а, вот такие вот пудра там какая-то внутри так, ладно и заехала купила себе в аптеке потому что в магазине био не было витамина Е а здесь витамин Е мне продали вообще сказали что по рецепту как бы продают витамин Е я так и не поняла почему ну, так как я их постоянная клиентка они меня очень хорошо знают и знают, что я не буду не на что жаловаться если что случится то мне его продали вот так вот так что будем теперь делать буду мазаться витамином Е мне хорошая знакомая с Россией тоже посоветовала витамином Е на личико мазать чтобы убрать морщинки девчонки мне на моем канале советовали витамин Е для детей чтобы губки увлажнять они вот этими всякими как их называют эти стики губные помады сейчас ее найду у меня вроде хорошая такая вот она вот такая вот нюкс но вы знаете мне прям губы сохнут 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 так что даже такая вроде нюкс казалось бы хорошая марка бренд но видимо что-то там добавлено кстати я читала артикуль где-то статья была про вот эти все стики для губы что они увлажняют но они причиняют вред что как бы ну убивают как он увлажняют но тут же все это дело возвращается что будем теперь пользоваться натуральным всем так это взяла это взяла показала раздеваемся время уже сколько пока туда-сюда и уже час промоталось в аптеке пока поболтала постояла с аптекарями с продавцами они такие хорошие такие умнички с ними так приятно поговорить тем более людей не было можно ты часто придешь и людей много не поболтать а тут людей не было так нам тут пришли письма из банка чековая книжка пришла так что сейчас сразу выпью мою магнезию магний точнее у меня глажка 3 часа в принципе 3 часа уже мне 5 забирать алису но у меня еще получится полтора часа потому что полпятая буду выезжать чтобы съехать за алисой так что сейчас поглажу немножечко кстати моя сушильная закончилась стиральная тоже сейчас это дело буду продолжать меняться на полу работы так ну я как всегда раскладывать буду белье и болтать я же не могу упустить время просто так мне же надо что-то делать как арно мне говорит ну разве ты можешь одно дело делать только одно тебе же надо их 25 сразу ну не 25 конечно ну два хотя бы и то дело правильно и заодно конечно поговорю насчет моего огорода потому что мне уже были еще в прошлом году такие сообщения по поводу моего огорода ну и в этом году уже начинают спрашивать зачем мне нужен этот огород типа ты на нем пахать будешь и все остальное девчонки мальчишки огород мой мне не нужен если уж быть честный откровенный огород мой мой сад огород цветочки овощи и все остальное это для меня ну как сказать ну увлечение просто увлечение нужды нет у меня в огороде нет в том чтобы я высажала овощи я могу купить и даже дешевле могу найти пойти купить именно в магазине на рынке у нас люди много кто выращивает овощи именно для того чтобы зарабатывать на этом получить какую-то денежку и это все я могу купить естественно любой момент летом и зимой все когда хочу и не так уж и дорого но огород понимаете для меня это такое ну расслабление видимо хотя вы знаете когда я была маленькая у родителей был огород я его ненавидела я его ненавидела делать этот огород с родителями этот прополка ну совет это еще ничего картошку боже мой больше всего ненавидела копать картошку потому что надо было руками весь в землю а я не могла руками трогать землю у меня почему-то вот какое-то раздражение сразу было от этого и все ну видимо может внутри у меня было раздражение наверное не хотела ну а так как говорили надо помогать делать это делалось естественно про полки это было жуть для меня в огород и я помню я всегда говорила маме и папе вот я вырасту я уеду жить в город и не будет мне никогда в жизни огорода ну и что уехала не только в город и огород есть первое что я сделала когда мы переехали наш дом кран построили наш дом я сразу русская так мне нужно именно участок земли для того чтобы я сажала мои овощи мечтала сажать на и овощи до этого мы жили квартире потом доме там было не было участка чтобы разбить огород я сажала все в горшках помидоры сажала то с горшках на балконе на балконе там мечтала почему-то надо же уехала не хотела огорода с деревни можно сказать здесь пытаюсь в франции сделать но мне нравилось заниматься это мое развлечение видимо было и может быть дело в том что в россии когда мы жили для я жила в россии у родителей огород это была обязанность потому что в россии не посадил овощи часто может по-другому скажет сейчас совсем по-другому вполне согласна как ранее мере когда я была молоденькой маленькой сейчас уже старенькая вот то раньше огород это было как бы необходимость сейчас я не знаю как я не буду утверждать раньше мы сажали овощи потом всю зиму кушали закрутки из овощей из нашего огорода правильно мы это проводили время в этом огороде с картошку кушали вот лук морковь храняя все в подвалах или же делали закрутки из помидора огурцов делали какие-то разные салаты как бы это наша была необходимость огород сейчас у меня огород именно удовольствие вот именно из-за этого я и люблю им заниматься я жду весны просто как не знаю кто весны с весны ну с марта где-то и по октябрь на октябре да в принципе в этом году же будет в этом году первый раз мне огород всю зиму но зимой ты его не обрабатываешь ничего сильно не делаешь так и собираешь это уже пассив который был и все у меня лук-порей капуста белая бракуле и этапина искала что же мне там растет в моем огороде вот ну а это конечно работы полно посади пропали но пропал это и не пропала потому что у меня как бы городик я сделала этими ну как лимитировала по этими деревянными квадратиками прямоугольниками и из-за этого пропалки нет никакой там вырваю две-три травки и все а так как раз как арно пусть траву саду я сразу засыпаю этой травкой овощи вокруг овощей и нет ну не прорастает так трава как бы защищаю и влагу как бы сохраняет и еще и защищает от прорастания плохой травки вот как бы нашла эту систему мне нравится не на устраивает никаким переполками не приводка перепахиваниями огородов я не занимаюсь потому что лишь бы у меня все эти квадратики эти прямоугольники зимой я укладываю картонные коробки на землю сверху насыпаю этим перегнуем не перегнуем а мы перегнуем тоже как его называют навозом навозом я беру навоз у заловки у нее животных полонию и лошади у него стеки у него и барашки там чуток у нее нет я у меня набирать навоз постоянно и вот выкидываете коробочки присыпаю слегка землей и за зимой все это делать перегнивает и травка не растет и перегнивает и весна у меня богатая земля снова и мне не надо перекапать ее просто напросто взрыхляю мне такие есть три или четыре зубчика на одной такой ножке просто взрыхляю ну такой высоты и все в принципе так и рекомендует вы знаете после начала именно таким вот образом заниматься огородом во первых удовольствие получаю нет такой работы нет обязанности ну и плюс естественным легко легко из-за этого можете получать удовольствие что легко мне дается мой огород но и нет лица напряги так носок уже все выкидываем нет такой напряги и нет обязанных завтра надоест этим делом заниматься я просто-напросто все смету поставить мою пройдусь у которой скручивает землю он перепалывать землю принят перерам перекручивать землю посажу семена этой травки и все и забуду в этом огороде если я захочу это сделать завтра же глине нет такой обязанности но нет такого что надо 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 нет ни на то что купить бывает даже дешевле овощи чем вырастить самого первых купить рассаду во первых земли землю я каждый раз покупать эти проехала забав питьевы каждый раз земли много покупаю что еще я покупаю люди рассады все на таком спине что это больше но и вода вода слава богу мне бесплатно потому что мне в колодце вода поливает на электричество плачу потому что насос работы и все вот из-за этого у меня огород в кайф по-другому не могу сказать я честно говоря и люблю пройти с работы пойти в огород такое чувство что у меня где растения не забирают что-то вот негативное из меня нелегко мне хорошо может быть из-за этого есть на зимой себя плохо и чувство потому что у меня тут эта энергия у меня от земли от растений зимой ты ну где чего босиком не пройдешься по травке и и не откуда взять эту энергию понимаете все замирает зимой и растения и природа и и люди и все вот так что разложила белье на болталась немножечко пошла я гладить теперь время есть еще время лишь пытались собирать так ну что мы едем сейчас к родителям арно на ужин не знаю что нам приготовить николь его пахло николь и шукрут арно годная скорее всего шукрут сделать то покажем шукрут может поможем показано покажу еще раз что такое шукрут я люблю я люблю это это блюдо но не люблю готовить из-за этого мы его дома не готовим мы всегда его стараемся когда если напрашиваемся ли нас приглашать родители на ужин мы всегда говорим мы хотим шукрут тогда николь нам его готовит где-то мою рапочку все уставшие рафик уставший алиса уставшая не устал точно убить и понимает он меня еще раз каждый раз убеждаю что меня он прекрасно понимает каждый мои слова что говорю по-русски просто не хочет отвечать вот и все вот так что все едем и дам крыльям покажем вам покажем давайте покажу что мы кушаем называется это шукрут такое блюдо зимнее тепленькая согревает морской желудок то что набивается полностью жирно здесь разные колбаски картошка капуста маринованная все это дело тушеное так что приятного аппетита так ну что мы вернулись от родителей время уже половина двенадцатого детки уже в кровати и быстренько уложились спать они заснули в принципе в машине детки у меня уснули в машине гляну бы что надо прощаться нет уставший спать хочет будет ложиться спать так что все мои хорошие тоже ложится спать стали мы все вообще приняла сегодня магний магний и я чувствую себя менее уставший от одной таблетки уже менее уставший удивительно может быть просто совпадение такое что отдохнувшись на вот я завтра все расскажу еще целых всех обнимаю всем пока пока